В настоящее время на фоне постоянно растущего количества транспорта различного вида, в том числе мототранспорта, велотранспорта, ну и различных других видов, находящихся в собственности, как юридических, так и физических лиц, стоит острая проблема дорожно-транспортных происшествий, которые нужно рассматривать как в уголовном, так и в административном порядке. Автомобили после дорожного происшествия находятся на специальной стоянке, куда доступ имеет только ограниченный круг лиц. Доскональное изучение транспортного средства начинается с комплексного осмотра и фиксации всех имеющихся повреждений. Это позволяет установить более четкую картину случившегося. Изучаются все обстоятельства. Основными видами судебно-технической экспертизы, можно сказать, самым распространенным является исследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий расчетными методами, при которых эксперт устанавливает скорости движения транспортных средств, их расположение в определенные моменты до столкновения и так далее, где проводятся определенные расчеты. Также одним из видов является установление технического состояния транспортных средств, фактического определения их неисправности, установление их причин, возможности водителя обнаружить данные, если они были установлены, что эти неисправности были на момент происшествия, возможность водителя их обнаружить по каким-то признакам. Как правило, такого рода исследования выполняются по требованию правоохранительных органов. Однако это не исключает то, что за экспертизой в комитет может обратиться и сам человек. Как правило, назначается судебная техническая экспертиза на примере нашего управления судебными органами, подразделениями Следственного комитета области и ГАИ. Но также возможно назначение экспертизы в частном порядке физическими лицами, но юридическими, участвованниками дорожно-транспортных происшествий, то есть на платной основе это будет проводиться у нас в комитете. Конечно, автотехническая экспертиза – это лишь один из видов исследований, которые проводятся специалистами ведомства. По результатам работы за первое полугодие 2020-го в целом отмечается рост количества всех видов технических экспертиз. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 20%. Товароведческая, автотовароведческая, компьютерно-техническая, лингвистическая, экспертиза радиоэлектронных устройств. За шесть месяцев текущего года специалистами области проведено более 1100 технических видов экспертиз. Динамика этого роста связана с повышенной востребованностью правоохранительных органов, судов, а также граждан и юридических лиц в результатах проведения технических экспертиз. Так, к примеру, увеличение товароведческих экспертиз произошло более чем на 80%. Предвидя эту ситуацию, руководством Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области своевременно и заблаговременно приняты меры для организации проведения товароведческих экспертиз в Барановичском межрайонном отделе. К слову сказать, там уже подготовлены, обучены и приступили к проведению исследований судебные эксперты. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.